Ну что, начнем тогда, да? Кто-то мне еще пишет что-то? Ну, хорошо, будем начинать. Мы сегодня будем говорить о том, что такое практика рейки. Название иностранное, да, оно японское, имеет японское происхождение. И Андрей, привет, очень рада, что ты пришел. Дарья, очень рада, очень рада, вот благодарю от всей души, что вы пришли, да, несмотря на то, что был назначен небольшой, но платеж, да, за вебинар. Ну, таким образом, как бы хотелось отсеять тех, кому это неважно, не нужно, да, чтобы у нас такой был чистый, гармоничный такой круг рейки. Вот мы сейчас будем в кругу рейки открываться. Вот, то есть сегодня будем говорить о рейке, об этой практике, о том, как ее можно применять в своей жизни, о том, откуда это все началось, откуда это пошло, в связи с чем, какие это дает плюсы для нашей жизни, да, в чем это может нам помочь. Вот обо всех этих вопросах будем сегодня говорить. Вот, мне бы хотелось, чтобы мы с вами соединились так на уровне душ, да, чтобы у нас получился некоторый круг рейки, то есть вот практике рейки, возможно, создавать некоторые такие круги для того, чтобы вот создать поле общения, поле трансформации, поле какое-то взаимодействия нашего, да, то есть мы можем открыться в кругу рейки, это очень интересно, можем на желание загадать в конце, то есть это такая вот мощная сила, то есть мы как бы подключаемся вот к потоку энергии рейки, универсальной жизненной энергии. Вот, поэтому мысленно, как будто мы сейчас вот участники, да, вы друг друга не знаете, друг друга вы не видите, никогда, наверное, не встречали. И кого-то даже я не знаю лично, да, первый раз вижу, кого-то я знаю лично, и кто-то даже у меня, кому-то я давала инициации первой и даже второй ступени рейки, позже я об этом все расскажу. То есть есть на вебинаре те люди, которые уже знакомы с практикой непосредственно, да, но все равно они пришли послушать информацию, пришли, чтобы вот в этом потоке побыть, потому что они в курсе, что такое круг рейки, да, как это работает, как работает энергия, услышали, что будет в конце сеанс рейки, да, то есть всем захотелось поучаствовать, несмотря на то, что даже информация у некоторых из наших участников есть. Вот, мне бы хотелось, чтобы мы мысленно друг с другом вот на уровне души поздоровались, вот поздоровались, поприветствовали друг друга и как будто бы соединились ручками, да, вот в некотором таком невидимом, но кругу. И таким образом это будет наш круг сегодняшнего занятия, круг рейки. Пригласим в этот круг высшие силы, вот кто хочет с нами присутствовать, попросим ангелов поприсутствовать с нами, святых, которых вы хотите позвать, да, можно пригласить. То есть попросим присутствовать те души, которым сейчас важно здесь быть. Вот, я приветствую вас. И меня зовут Алена Тюрина, я мастер рейки. Я практикую рейки уже более шести лет. Не представляю вообще, как люди живут без этой практики. То есть жизнь может быть намного проще, изобильнее, красивее, радостнее. Замечательно. Татьяна ничего не знает о рейке, да. Но вот сейчас все узнает, что нужно узнать, все узнаете. Вот, то есть я практикую рейки уже более шести лет. Значит, около, почти три года назад я стала мастером рейки, потому что почувствовала, что мне это очень нужно, мне это необходимо, что это мой путь. То есть один из инструментов, с которым я работаю, с людьми. Я поняла, что для того, чтобы людям помогать выйти на какой-то качественно новый уровень, нужно им давать какой-то заряд энергии такой, через инсиации, через сеанс рейки. То есть я поняла, что проще, гармоничнее, вообще легче расти с этой практикой. Поэтому я стала мастером рейки. Я бы хотела, чтобы вы в чат написали пару слов буквально о том, как вас зовут и для чего вы здесь. То есть, ну вот вкратце просто, да, это такая традиция, да, поскольку у нас практика рейки, она очень такая традиция, да, все в рамках традиции, из рук в руки передается, то одной из традиций является то, что мы представляемся на кругу рейки, как зовут, для чего мы здесь, для чего мы пришли вкратце тогда, чего бы хотелось получить сегодня, что вы интуитивно чувствуете, вы могли бы получить от этой практики, от занятия, да, на котором я буду рассказывать вам. Вот, так что я жду от вас ваших сообщений, для чего вы здесь. То есть, ну вот, давайте познакомимся, поздороваемся, соединимся на уровне душ, для того, чтобы мы могли начинать наш вебинар. Вот, пока вы пишете, вот, я расскажу вот про себя, да, немножко, что, ну, что вот я сначала получила первую ступень рейки, вот, 6 лет назад, очень интересные изменения были на уровне физического тела, то есть, улучшилось очень сильно здоровье, а здоровье у меня было раньше совсем, совсем никудышное, то есть, совершенно это было, то есть, я болела очень часто, я очень была слабенькая физически, то есть, ну, вот, тело было такое совсем не сгармонизированное, не сбалансированное, вот, то есть, первая ступень рейки, она очень в этом помогает, Так, хорошо, Даша, хочу счастье, понять чего на самом деле, а хочу в жизни идти к этому, замечательно, это вы правильно пришли, тут это раздают, мне интересно, пишет нам Анна Бакоменко, всем привет, мне интересно узнать, что такое рейки, меня интересует личностный рост, улучшение своей жизни, замечательно. Ксения, Алёна, приветствую, меня зовут Ксения, я первый раз услышала про рейки год назад, но даже не читала про это, а потом в прошлую субботу с интересом слушала ваш семинар, поняла, что рейки это мне близко, вообще ничего не знаю про это, замечательно, будем с самых основ это рассказывать. Меня зовут Андрей, хочу освежить знания и понять, как лучше применять рейки для улучшения качества жизни. Да, Андрей, ну всегда, да, повторение, мать учения, что-то новое наверняка узнаешь, вот, и в кругу с нами побудешь, и своей энергией поделишься, да, как-то и нашей, вот, примешь, в общем, да, такое взаимоприятное общение. У меня сейчас у Андрея две ступени рейки, он практикует, вот, кстати говоря, Андрей, мой первый, первый инициированный человек, то есть первый человек, кому я дала инициацию рейки, это было вот почти три года назад, вот, так что Андрей, очень рада, что ты пришел. Мне это очень важно было, благодарю тебя. Валентина, добрый день, меня зовут Валентина, оказалось, случайно, просто увидела информацию, интуитивно почувствовала, что мне будет интересно, что сейчас это мне нужно, замечательно, я очень рада, это хорошо. Таня, хочу узнать про практику рейки, хочу найти гармонию с собой, окружающими людьми, особенно близкими, да, это вам сюда. Хочу помочь людям быть счастливее, добрее и жить в гармонии. А вот у меня аж мурашки по коже бегут, потому что рейки, действительно, это путь реализации, это, ну, это просто, вот, действительно, практика, которая выводит на путь реализации вообще во самым лучшем образом. То есть, вот, по поводу того, чтобы помогать людям, то есть, рейки, она очень сильно помогает в раскрытии своих вот талантов, помогает увидеть, продвинуться на пути реализации, почувствовать это, оставить в прошлом все не нужно и начать, вот, действительно, жить на пути своей реализации, да, так как это нужно по Божьему плану. Это лучшая практика, я так думаю. Сейчас, одну секунду, пока вы пишете, посмотрю. Мне тут написали сообщение, что не могут подключиться одна девушка сейчас не подключилась. Так, всем привет, меня зовут Настя, пытаюсь себя собрать после расставания с молодым человеком. Появилось свободное время, снова занялась саморазвитием. Про рейки не знаю, но знаю, раз попалась всем недавно ваша страничка в инстаграме, неспроста, да, попалась мне. Да, очень рада, что вы чувствуете свою интуицию, что вы пришли, несмотря на то, что понятия не имеете, о чем мы сегодня будем говорить. Толя, тут девушка не может подключиться, ты не могла бы мочь, вот она мне пишет в WhatsApp. Да, Оксана. Так, любовь людям, вселенной, да, к событиям счастливой, но хочу... Так, Ксения, мне очень нравится идея работать с энергией, я часто посылаю любовь во вселенную, людям, ситуациям, событиям. Я вообще счастливая, хочу быть еще счастливее, люблю делиться счастьем с людьми. И замечательно, как раз на путь реализации, да, возможно, с рейки выйти на путь реализации. Интересны различные способы познания себя и узнавания своей реальности. Я очень рада, что вы написали, да, может быть, еще кто-то напишет, нас уже тут прибавилось участников, замечательно. Я вас всех приветствую, да, еще раз меня зовут Алена Тюрина, я мастер рейки и больше шести лет практикую рейки в своей жизни. А здесь я для того, чтобы поделиться с вами этим, этой возможностью, да, чтобы вы узнали, да, запись вебинара будет. Поделюсь здесь с вами вот своими знаниями рейки, своей практикой, своим опытом практикования. И, да, я надеюсь, вы узнаете что-то очень важное для вас, интересное. Это крики моего сына. Он очень-очень чувствителен к рейке, не захотел даже уходить с няней сегодня, так что в соседней комнате будет с нами присутствовать. Ему было очень важно, чтобы до его прихода я стала мастером рейки. Он даже как-то вот прям всегда чувствует, приходит, помогает. Это очень интересно, как дети реагируют на рейки. Запись вебинара будет, да. Все, поехали, друзья мои, начинаем наш вебинар. Я бы хотела поговорить с вами о том, что вообще у человека существует вот несколько областей жизни, да, которые очень важно развивать. То есть, духовная область жизни, она не единственная, да, но они все время, вот, практически все время забывают. Вот, какие области жизни мы знаем. Ребята, я сейчас не буду смотреть чат, когда, поэтому, чтобы не отвлекаться, да, поэтому, если какие-то вопросы, то я буду вас спрашивать в какое-то время, и вы мне будете их задавать, так что сохраняйте их, потому что все время отвлекаться на чат не смогу, да, я очень-очень рада, что вы так чувствуете меня, вот, так что вопросы давайте тогда сохраним до того момента, когда я спрошу у вас вопросы ваши, вот, буду вам задания какие-то давать, тогда вы мне будете писать. Вот, а пока, чтобы не прерывать поток, вот, чтобы не было таких прерываний, буду продолжать. Вот, значит, таким образом у человека несколько областей жизни, в которых очень важно развиваться. Это общественное, да, то есть, как мы в обществе, как мы помогаем, как мы реализовываем себя, как мы, что мы вкладываем в наш труд, как мы общаемся с людьми, общественное, да. Есть личная область жизни, личная область жизни, это что означает? Это значит отношения с противоположным полом, это значит дети, да, это значит какие-то личные интересы, хобби, увлечения. Вот, есть материальная область жизни, это ваше физическое тело, да, материальное в том смысле, что это еще финансы, да, то есть, если нехорошо с финансами, то это вот материальную область жизни нужно подтягивать, да. И есть такая область жизни духовная, вот, и они как-то мало очень говорят, мало очень, то есть, да, у нас принято, что духовная область – это вот церковь, да, религия и так далее, но это не совсем так, вот, то есть, духовная область – это несколько более широкое понятие, вот, для того, чтобы был баланс системы, да, то есть, очень важно развивать вот все четыре области жизни, чтобы это было в гармонии, да, чтобы это было важно, чтобы это была красивая жизнь, сочная, интересная, чтобы чувствовать себя счастливым, очень важно вот все четыре области жизни развивать. Ну, вот, сегодня больше будем говорить про духовную область, несмотря на то, что практика рейки, она отвечает за все области жизни, то есть, за счет встраивания в систему вот этой энергии, да, духовной такой происходит, переход на новый уровень, и это заметно на всех областях жизни. Но, тем не менее, рейки относятся к духовной практике, поэтому мы будем, я вас хотела бы спросить сейчас, вот, как вы считаете, для чего важно развиваться духовно? Вы можете мне написать пару слов, вот, как вы считаете, вот, вот, для чего оно нужно, это духовное развитие, да, вот, что это такое вообще, духовное развитие? То есть, кто-то понимает, что это исключительно церковь, да, кто-то, наоборот, вот, понимает, что это и интуиция, да, это связь с собой, это чувствование своих желаний, да, на предыдущем вебинаре мы об этом много-много говорили. Вот, скажите, пожалуйста, как вам, вот, каждому из участников, как вам это отвлекается? Вот, для чего важно развивать духовную область жизни? Спасибо, Анастасия. Улучшение качества жизни. Это отличный ответ. Да, ждем остальные ответы. Так рада вас видеться, так рада, что вы сегодня собрались на вебинаре на этом. Обожаю про Рэйки рассказывать, потому что, когда про Рэйки рассказываю, включаюсь в поток, у меня прям такая приятная энергия через меня идет, и мне само это очень приятно, замечательно себя чувствую. Да, без духовной области невозможно самореализация. Это отлично, Анна заметила, это прекрасно. Татьяна. Для обретения целостности себя, это правда, да, для баланса вот этого, такого приятного ощущения баланса, завершенности, вот чувство, что все на месте. Внутреннее чувство свободы и радости. Да, правда. Внутреннее чувство свободы и радости. Вообще, что такое чувство свободы и радость? Это когда у нас есть энергия. Для того, чтобы энергия была, нужно развивать духовную область, нужно, чтобы дух у нас был такой прокачанный, чтобы у нас энергия через нас текла. Да, вот, поэтому действительно непосредственная связь с духовной областью, это чувство свободы и радости, все правильно. Для реализации предназначения, Андрей пишет, это так, действительно, чтобы идти по своему пути, чтобы не отвлекаться на какие-то чужие программы, на чужие какие-то помехи, которые, да, постоянно в обществе на нас как-то налипают, другие мнения, какие-то сомнения, какие-то страхи. Вот, чтобы действительно идти своим путем, нужно прокачивать духовную область, чтобы мы имели внутренний стержень, чтобы мы имели дух, чтобы мы чувствовали себя, чтобы мы чувствовали свои задачи в душе, чтобы были соединены с душой. Это правда. Аня пишет, цель каждого человека – стать счастливым и самосовершенствоваться. Да, действительно, получать опыт в радости, опыт развития, да, вот, всяческого самосовершенствования. Да. Действительно, вот, духовная область, она, вот, без нее, да, если ее исключить, то мы не сможем продвинуться ни в одной, ну, вот, в других областях жизни. Почему? Потому что для перехода на новый уровень каждый раз нужно, чтобы вот эти наши области были в балансе. То есть, вот, для того, чтобы выйти на новый уровень работы, выйти на новый уровень денег, здоровья, физического тела, да, материального какого-то благосостояния, а нужно вот эта вот энергетическая емкость, чтобы это вот держать, да, то есть, если мы ни на что особо не претендуем, то есть, нам там хорошо где-то там в болоте квакать, жаловаться друг другу и там мало зарабатывать, жить несчастной жизнью, то, конечно, духовное развитие, оно только если очень прижмет, да, и люди бегут в церковь и просят высшие силы там нам помочь. Но если человек хочет жить успешной жизнью, красивой, реализованной, наполненной, сочной жизнью, то вот этот баланс нам очень-очень нужен, чтобы перейти на новый уровень жизни, всегда-всегда вот нужно вот это духовное развитие, вот эта ось, вот эта энергия, на которой держится все новый и новый объем. Вот я заметила такую вещь, что люди вот часто очень жалуются, ну, вот мне пишут, да, вот вопросы мне очень часто задают люди, вот просят совета, вот когда происходит такая ситуация, что какие-то изменения в жизни, допустим, устроился на новую работу, больше ответственности, или девушка вышла замуж, да, начала энергией своей кормить семью, мужа, его род, свой род, да, или родился ребенок, то есть произошел какой-то переход на новый уровень, а человек к этому был не готов, то есть не была готова его энергетическая система. А что, ну, что происходит, да, то есть происходит то, что человек теряется, человек в каком-то шоке, вот не может собрать себя, да, не может там встать на работу, не может там вообще справиться с ребенком, не может какие-то отношения наладить, то есть получается что? Что для того, чтобы выйти каждый раз на новый уровень, нужно, чтобы вот эта ось, да, вот этот вот энергетический объем каждый раз прокачивать все больше и больше. То есть для того, чтобы вот эти вот вопросы решить, о которых мне очень часто пишут, да, что не хватает сил на то, на то, на то, а очень хочется, чтобы хватало, да просто нужно заниматься духовной областью жизни, развивать ее. Чувствую вас, чувствую сильный интерес, энергия идет, и классно, да, поток, вот через меня, да, сейчас будет штырить сильно энергий рейк, вот, так что я буду периодически смеяться от души, громко говорить, надеюсь, что голос мой выдержит горло. Да, то есть действительно важно, чтобы мы могли в своевременно, хорошо, гармонично переходить с уровня на уровень нашей жизни. Нам нужно работать над духом, нам нужно работать над этой духовной областью жизни, чтобы у нас был энергетический объем, чтобы мы могли новые отношения принять в свою жизнь, новую, там, не знаю, родить ребенка, да, принять его в свою жизнь, чтобы мы могли создать семью, чтобы мы могли повысить доход финансовый, да, чтобы мы могли, не знаю, бросить курить, да, в конце концов. То есть людям просто не хватает энергии, чтобы бросить курить, да, то есть это все тоже от нехватки энергии происходит. Или пить алкоголь, к примеру, да. И вообще другие вредные привычки, там, допустим, ругаться матом, это тоже нехватка энергии. А вот эти все вредные привычки, чтобы их оставить в прошлом, выйти на новый уровень, это же тоже нужна духовная энергия. Кто-то мне что-то еще пишет, подожду, пока водички попью. То есть рейки, это практика, вот непосредственно, я ее выбрала, потому что считаю, что это лучшая практика для развития себя, да, своего личного развития, духовной области жизни. То есть рейки, ну вот что это, это для развития интуиции, это для развития духа, стержня внутреннего, для выхода на путь реализации, для здоровья. То есть чтобы быть здоровым, чтобы чакры, вот как бы, да, вот все наши вот эти энергетические центры были между собой гармонично, все энергия текла по нашему телу, чтобы не было блоков, чтобы не создавались какие-то больки, трудности со здоровьем, какие-то, вот, то есть это все тоже рейки, это все тоже практика исцеления за счет балансировки энергетического тела, за счет вот балансировки центров. Анна пишет, привет, Аленочка, рада тебя видеть и слышать. Да, я всех приветствую, кто подключается к нам. Очень рада и надеюсь, что, ну, думаю, что кого-то даже из вас я знаю, просто по одному имени, довольно сложно понять. Вот, значит, практика эта, она пришла к нам из Японии. И Япония, она такая очень интересная страна, и мы даже с мужем предположили, что у нас с японцами есть общие корни какие-то, то есть это Якутия, Япония, возможно, между ними есть непосредственная связь, да, то есть почему-то у них разрез глаз такой очень похожий, да, несмотря на то, что в Японии совершенно вот по климатическим требованиям, да, то есть им такой разрез глаз совершенно не нужен, то есть это явно народы, которые перешли, да, как бы, меняли свою территорию, то есть, возможно, это наши якуты, да, как версия, возможно, да. Вот, Рэй, Рэй, Ки, как это переводится с японского языка? Рэй – это Вселенная, переводится как Вселенная, переводится как Дух, Душа, то есть интересно, что в японском языке Дух, Душа и Вселенная – это одно слово Рэй, да, то есть тоже интересно. А Ки переводится как Энергия, как Разум, Настроение, да, то есть вот от количества энергии сильно зависит то, что у нас в голове, какое мы создаем мышление, да, какое у нас мышление, какой уровень, контекст наш и так далее. И также зависит наше настроение, то есть есть энергия, хорошее настроение, нет энергии, плохое настроение, начинаются какие-то мысли накручиваться и так далее, то есть понятно, да, что это непосредственно одно слово. То есть Рэй, Ки, это переводится как Энергия Вселенной, Энергия Души, то есть это вот непосредственно об этом, да, вот такое название переводится очень интересно. И я бы хотела сказать пару слов буквально о Японии, да, почему, что интересного в этой стране есть. Я очень хочу туда попасть, еще не мы там не были, вот собираемся в ближайшее время, надеюсь, что позволит нам Вселенная, там, да, как это будет по Божьему плану, посетить эту страну, мне хочется все вживую увидеть, вот, но я непосредственно знаю некоторые факты от людей, которые там были и из интернета и так далее, да, то есть Япония, она уникальна тем, что это очень высокий уровень жизни, это очень высокий процент счастливых людей, очень процент большой долгожителей, то есть людей, которые живут больше 100 лет, там, ну, просто вот больше тысячи, там, да, вот, ну, как бы это очень большое количество людей, которые действительно могут долго жить, действительно у них хватает жизненной энергии на такой длительный период жизни, да, и в чем секрет, вот, в чем секрет их такого успеха, да, успеха, потому что у них вот это в балансе идет их развитие областей жизни, то есть у них в культуру, в их культуру, как бы заложен вот это понятие про важность духовной жизни, важность духовного образования, важность, да, вот, вот этих принципов, благодаря которым вот это все происходит, да, вот этим принципам, принципам рейки, кстати говоря, вот есть принципы рейки, практики, и вот вся Япония, она живет вот согласно этим принципам, то есть, ну, неспроста, да, и одним из принципов, которым они пользуются, это честно зарабатывая себе на жизнь, в каком смысле, то есть они при, вот, то есть они исключают из своей жизни манипуляции какие-то, да, где они не манипулируют собой, то есть они реализуются там, где важны им души, которые, они не вампирят, не высасывают энергию из других людей, у них есть такие принципы, что если ты общаешься с каким-то человеком, да, то нельзя жаловаться, нельзя ему портить настроение, да, нельзя, то есть это такая культура у них общения, да, то есть они при общении с другим человеком они не могут ему там начать жаловаться, какие-то свои проблемы рассказывать, почему? Потому что это утечка энергии, то есть они понимают, что это не способствует развитию, это не способствует позитивному мышлению, поэтому у них это, в принципе, как бы этого нет, то есть они, у них это не принято, как у нас там, да, там, перебрать наши какие-то болячки, друг другу рассказать там, как все плохо, да, у них такого нет, поэтому они, у них вот в культуру встроено вот это позитивное мышление, контроль за своим разумом, за своими эмоциями, то есть если там, допустим, да, то есть если плохое настроение, это не значит, что нужно вампирить и портить его другим, это значит, что нужно пойти подкачать энергию, да, то есть у них это в культуре, и я верю в то, что все больше и больше людей в России тоже скоро будет именно такую вот культуру общения поддерживать, очень много людей сейчас духовно развиваются, вспоминают свои корни, вот приходят к тому, что очень важно развивать вот эту область жизни, да, духовную, и потихоньку-потихоньку у нас тоже уровень жизни, все становится лучше, вот, так что Россия, страна с такими чудесными корнями, тоже в ближайшее время ждет ее такой расцвет и изобилие, да, вот, так что Япония, она стала родиной рэки неспроста, да, то есть это люди, они, скажем так, такие люди слова, да, то есть вот харакири там, да, у них, то есть они такие очень люди слова, если, то есть они вот такие очень могут дарыться до корней, так, да, вот до истины, до правды, если важно, да, то есть и история, она рэки начинается именно с того, что вот в конце 19 века, в начале 20 века, когда в Японию пришло христианство, такой чудеснейший человек, как Микао Усуе, да, это человек, который, ну, вот основатель практики рэйки, он был преподавателем в университете, преподавал христианство, вот, и ему как раз вот задали вопрос такой, «Ой, учитель, а вы вообще вот верите в то, что Иисус Христос и Будда лечили руками?» То есть, да, вот в практике рэйки, практика рэйки, одно из направлений – это исцеление, и исцеление происходит как наложением рук, так и через, непосредственно символами на расстоянии можно это проводить. Дарья, я вас прошу, перезагрузите, сейчас, перезагрузите. Вот, то есть, Микао Усуе получил такой вопрос, действительно вы верите, что Иисус Христос и Будда лечили руками? То есть, у нас же у всех, скажем, да, есть такая особенность, что если произошла какая-то ранка или там упал, ушибся, да, то мы интуитивно берем ручку, прикладываем к этому участку тела. Есть такое, да? Вот, и действительно практика рэйки, она тоже вот через наложение рук, да, через, ну, это при личной встрече, да, то есть, по сеансу. И Микао Усуе, конечно, сказал, что, да, действительно, я верю в это, вот, но он не смог ответить на вопрос, а как они это делали? То есть, вот, ученик ему задал вопрос, а как, как они это делали? Как они лечили руками, вот, Будда, Иисус, вот, вот, и Микао Усуе, как японец, да, у японцев, вот, принято, что если учителю задали вопрос, и даже если он на него не может ответить сейчас, то он, как бы, ставит этот вопрос с целью своей жизни, да, то есть, он посвящает свою жизнь, вот, ответу на этот вопрос. И благодаря тому, что, вот, в Японии есть такая особенность, да, что, если тебе задали вопрос, то придется докопаться до сути, либо прямо с этим вопросом, как бы, умирать, да, то есть, с целью своей жизни ставят ответ на этот вопрос, то как раз и получилось, вот, вернуться к этой практике, да, то есть, вы понимаете, что исцеление благодаря энергии происходило тысячелетиями, и хоть официальная дата, ну, как бы, да, вот, открытие практики Рейки, это 922 год, да, 1922 год, но на самом деле мы знаем, что вот эти знания об энергетике, о том, что, ну, вот, да, что можно там самоисцеляться, помогать другим и так далее, оно, это на самом деле очень глубинно заложено, это многие тысячелетия было, да, просто оно было куда-то утеряно, то есть, ну, кому-то было важно, выгодно, чтобы люди были немножко более слабыми, управляемыми, да, и вот эти знания были, как бы, выведены, да, из обихода, поэтому Микао Усуи, вот, благодаря ему, благодаря тому, что он всю жизнь свою посвятил ответу на этот вопрос, произошло вот это открытие, да, вот этой практики Рейки, то есть, он принес ее нам, да, то есть, он ее нам подарил, да, можно сказать, в наш современный мир, то есть, Микао Усуи – это вот как раз человек, которому мы обязаны, ну, не обязаны, да, да, которому мы благодарны за эту практику, вот. Я бы хотела вот немножко, да, вот сказать по поводу истории тех людей, которые донесли вот из рук в руки нам эту практику, то есть, есть такое понятие, как гранд-мастер Рейки, это что означает, то есть, поскольку Рейки – это практика, это культура, которую передают из рук в руки от мастера к ученику, это вот такая очень ценная информация, это ценные знания, ценные энергии, которые передают из рук в руки, то уже, да, вот больше двух столетий, да, так, больше-то, нет, не двух столетий, больше 150 лет, получается, да, как люди, больше 100 лет, как люди пользуются этим знаниями, да, и существуют такие вот гранд-мастера Рейки, которые, ну, ответственные за эту культуру, да, за самые главные вот в этой практике, и есть четыре человека, о которых я вот совсем немножко расскажу, буквально пару слов вот их истории жизни, я вам их покажу сначала, меня сейчас будет немножко не видно, да, потом я снова к вам подключусь, потому что без них, без их жизни, без вот их целей, без их развития, совершенно была вот, ну, вот, мы бы сейчас об этом не говорили, нам бы сейчас до наших дней бы практика не дошла, и я бы хотела бы с вами поделиться, как выглядят эти люди, то есть вот в левом верхнем углу человек в очках, это Микао Суи, это вот человек такой, благодаря которому произошло, да, то есть есть целая история Рейки, она длится более, ну, более полутора часов, она очень длительная, это уже относится к практике, к получению первой ступени, то есть на получении первой ступени, да, рассказывают историю полную, я вам буквально по чуть-чуть расскажу, чтобы вас вообще вот новая информация не перегружала, да, так пока ничего не понятно толком, да, вот чтобы это не было перегруза, то есть все началось с того, значит, я повторюсь, что Микао Суи задали вопрос о том, что видно ли картинку, скажите, друзья, пожалуйста, напишите в чат, я просто не очень понимаю, видно ли мою картинку, которую я выставила, пожалуйста, ответьте на вопрос, видно ли картинку мастеров Рейки, даже так, даже и меня видно, и картинку замечательно, и так, все началось с того, что Микао Суи задали такой вопрос, и он посвятил свою жизнь тому, чтобы ответить на этот вопрос, ответить на вопрос, как же происходило, вот почему, как, каким образом эти люди были такие духовно развитые, и почему эти люди считаются богами, почему они умели исцелять руками, вот ему задали такой вопрос, и он посвятил свою жизнь, ответ на этот вопрос, и благодаря ему как раз мы знаем о Рейке. Чуджиро Хаяши, вот правее от него, мужчина, он систематизировал полученные знания, то есть Микао Суи смог ответить на этот вопрос, ему эти знания пришли как озарение, то есть как просветление, это пришло ему как такой мощный заряд, как подарок от Вселенной, то есть ему пришло это в таком объеме большом, что обычному человеку передать эти знания, как-то поделиться было невозможно. Так вот Чуджиро Хаяши, он систематизировал, разбил на этапы, сделал из этого целую систему Рейки, систематизировал вот эти знания, разделил поэтапно энергию, чтобы человеку сразу не... То есть если просто человеку без подготовки дать мастерскую степень Рейки, то его просто может разнести, потому что это как пересадить человека с маршрутки, вот он ездил на маршрутке, и сразу посадить его за руль гоночного автомобиля, но он может просто врезаться куда-то, потому что это очень большая энергия. Поэтому он адаптировал это, разбил на первую ступень Рейки, вторую ступень Рейки, и третья это уже мастерская ступень. То есть мастерская ступень для тех, кто хочет этим заниматься как реализацией, то есть для тех, кому это важно, как путь реализации, например, как мне. Поэтому я сейчас рассказываю вам. Вот. На фотографии чуть ниже, в таком оранжевом платье, с белыми цветами, Хавая такая-то, она очень маленькая, хрупкая женщина, то есть вот эти люди, они уже умерли, их уже с нами в физическом мире нет, но они вот, да, все равно, можно даже почувствовать их энергетику, от фотографии, да. Вот Хавая Токата, она такая очень чудесная, чудесная, добрая женщина, очень маленькая, хрупкая, и она посвятила свою жизнь Рэйке по одной причине простой, потому что она потеряла мужа, муж умер от онкологии, и когда она тоже, то есть у нее тоже была онкология, и врачи ей сказали, что мы можем тебе провести операцию, но не факт, что будет успех, и она слышала от мужа, что на тот момент в Японии были клиники Рэйки, где происходили чудесные исцеления, где люди при помощи биоэнергетики, да, лечения энергетических тел, тонких тел человека, лечили физическое тело, она слышала об этом, да, и вот решила выбрать именно такой путь, решила вот пойти таким путем, да, потому что она понимала, что не факт, что врачи ее смогут вылечить, да, она хотела другим путем пойти. И действительно она прилетела, вот Чуджира Хаяша в клинику, Рэйки в Японию, она исцелила свою онкологию, вот, и она, да, вот она как говорила, да, с Рэйки у меня есть жизнь, без Рэйки у меня бы ее не было. И она вот посвятила свою жизнь тому, чтобы обучать людей этой практике, открыла клиники Рэйки в Японии, она, а нет, она вывезла их уже за пределы Японии, она на Гавайях жила, то есть Гавайя это Америка, да, вот, то есть она, Хавайи Токатому обязаны тем, что, благодарны ей за то, что она вывезла эту практику за пределы Японии. Несмотря на то, что японцы очень чтят свои традиции, хотят все время вот все сохранить в рамках своей страны, она смогла так сделать, что практика Рэйки, клиники Рэйки, сеансы Рэйки, и вообще все-все-все касательно практики, стало доступно в Америке, из Америки уже пошло дальше, да, в Европу, в Россию пришло, и так далее. Вот, то есть я вас хотела буквально немножко чуть-чуть совсем рассказать об этих людях, чтобы вы имели представление о практике, да, вот, кто ее до наших дней донес, да, своими руками, да, то есть это гранд-мастера Рэйки, которые вот считаются самыми главными, ну, вот, в практике, да, то есть Микао Усуи, да, потом он передал Чуджиро Хаяши, да, ответственность, да, быть главным в практике, потом Чуджиро Хаяши назначил Хаваю Токату, потому что, несмотря на то, что мастером Рэйки была даже жена Чуджиро Хаяши, да, но того, той приверженности, той любви, которую он видел от Хавая Токату, да, той, вот, вот, любви к практике, он видел только в ней, да, поэтому именно ее он назначил гранд-мастером Рэйки, и благодаря ей, да, мы имеем то, что имеем, да, то, что в России эта практика доступна как народное целительство, да, но в разряде как народное целительство, как биоэнергетика, как духовная практика, в Японии же и Америке это есть клиники Рэйки, да, то есть это как у нас остеопатия официальная медицина, как у нас кинезиология, да, и так далее, ну, вот, да, то есть это, у них это официальная медицина, да, то есть у них это клиники, это сеансы Рэйки и так далее, но они больше, да, то есть, скажем, вот, позиционируют как бы как исцеление тела, да, то есть вот человек, с чего это обычно, да, начинается, вот, да, когда прижмет, да, как говорится, да, когда болезни какие-то, уже человек начинает свой духовный рост, то есть, соответственно, поэтому можно чаще всего услышать о Рэйке, что это именно исцеление, но это не так, это не только исцеление, это не только исцеление физического тела, это и исцеление тонких тел человека, это энергетика, это дух и так далее, вот. И внучка Хавайи Токата, ее зовут Филлис Лейфорумота, улыбающаяся женщина вот в левом нижнем углу, это вообще потрясающий человек, она жива, она является действующим гранд-мастером Рэйки на данный момент времени, она даже есть на Фейсбуке, вот, ей уже больше 70 лет, ну, и как я говорила на предыдущем вебинаре, что очень часто бывает, что люди в свою реализацию приходят через болезни, через трудности или каким-то таким вот не самым гармоничным путем, она исцелила у себя онкологию при помощи Рэйки два раза, то есть, вот такой ей путь был дан, да, то есть, и действительно, вот, несколько лет назад, то есть, она уже, ну, она уже такая была, она была открыта, да, то есть, ну, она записала такое обращение к мастерам, да, что, ну, вот у меня онкология, да, мне уже больше 70 лет, я, ну, если пришло время мне умирать, то, ну, хорошо, если нет, то, значит, при помощи Рэйки я снова смогу исцелиться, и интересно, что действительно она смогла исцелить онкологию уже второй раз в своей жизни, и совершенно недавно она вышла замуж еще к тому, вот, то есть, это такой очень живой, любящий человек, очень позитивный, вот, с очень хорошей энергетикой, вот, так что она жива, здравствует, счастлива, замужем, и все прекрасно, да, то есть, это вот действующий гранд-мастер Рэйки, вот я хотела с вами поделиться этим, вот, этими людьми немножко рассказать о них, то есть, вообще, вот, полную историю, да, ну, вот, обо всем об этом передается радость, да, вот я как-то рассказываю, да, особенно, когда люди приходят ко мне на первую ступень Рэйки, там история Рэйки, она, вот, она такая полная, да, я вам чуть-чуть рассказала, да, она там такая полная, большая, и очень красивая, очень интересная, действительно, заряжает энергией, сама даже история, вот, теперь, вот, из меня такой поток информации идет, да, из меня поток Рэйки идет, и немножко, может быть, я сумбурно говорю, но сейчас будем все по полочкам раскладывать, чтобы у вас было четкое понимание, что это, для чего это, куда это, вот, я бы хотела мастеров Рэйки оставить, вы не против, вам хорошо будет видно, если будут и мастера, и гранд-мастера Рэйки, и я, напишите, пожалуйста, да, если вам комфортно вот так продолжать, как мы сейчас, как я сейчас с вами общаюсь, то есть, гранд-мастера у нас вместе с нами будут, да, все хорошо, спасибо, спасибо, да, от них каким-то даже позитивом веет, да, и нам в любом случае это приятно. Вот, друзья, вот я так много, ты симпатичный, спасибо, я вот хотела, кстати, сказать немножко о том, что бывает как раз вот наоборот перекос у людей, бывает, что вот иногда видно, что мастера каких-то духовных практик, в том числе Рэйки, у них наоборот такой фанатизм, перекос такой, вот почему вот слово эзотерик, да, оно уже каким-то таким попахивает, каким-то странным привкусом, да, от него, вот, потому что бывает, что у человека наоборот перекос в духовную область, то есть он почувствовал, как там вкусно, там как кайфово, что там энергии есть, что там вообще вот все хорошо, там себя чувствуешь хорошо, да, то есть что духовно развиваться, это вообще замечательное занятие, и начинают запускать другие области жизни, то есть они не занимаются своим телом, они не занимаются своей семьей, там они не занимаются деньгами, то есть там, ну да, вот как-то там и так хорошо, да, и так хорошо, денег нет постоянно, и так хорошо. К сожалению, такое тоже есть, поэтому я за баланс, я за то, чтобы развивать все области жизни, следить за своим внешним видом, за отношениями, чтобы все это в балансе держать, чтобы семья была хорошая, красивая, хорошие отношения были, любовь, чтобы с деньгами все было в порядке, качество жизни было хорошее. Поэтому я за баланс. Я симпатичный мастер Рэйки, но не гранд-мастер Рэйки, только японцев назначают гранд-пластерами, но все впереди, мало ли, может быть я шучу на самом деле. Друзья, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете, могу ли я вам сейчас дать небольшое занятие на перерыв, чтобы мы сделали небольшую паузу, прежде чем продолжить дальше, потому что я уже с вами разговариваю час, и несмотря на то, что от меня много-много энергии, может быть вы немножко подустали и хотите 5 минут перерыва, а я вам дам задание очень важное. Да, замечательно, давайте так и сделаем. У меня задание вам на перерыв. Перерыв у нас 5-7 минут. Поскольку у нас сейчас лунно-затмение, я уже говорила об этом, и сейчас такое время, что вот-вот начнется полнолуние, сейчас идеальное время почистить все ненужное из своей жизни. А поскольку мы сейчас находимся в кругу рейки, и как вы видите, у нас такой вообще поток энергетический идет, вы, наверное, его чувствуете. Скажите, как вы чувствуете поток всей энергии в кругу рейки, чувствуется? Напишите, пожалуйста. Да-да, нет-нет, как-то ощущаете, что вебинар проходит несколько по-другому, чем обычно. Вот, и сейчас идеальное время, чтобы отпустить все ненужное из своей жизни. И я прошу вас в перерыве спокойно обдумать, что бы вы хотели, от чего бы вы хотели избавиться в своей жизни. То есть, что вы хотите оставить на прошлом, в прошлом с любовью и благодарностью отпустить, да, то есть, вот какие-то ваши качества, какие-то, что-то там неразрешенные вопросы, какие-то зависимости, созависимые отношения, там, не знаю, да, вот все, что вам хочется оставить в прошлом, я вас прошу написать за это время в чат. И когда вы будете писать, вы, пожалуйста, мысленно все это сжигаете, как бы мысленно в костер бросаете. То есть, мы вот, благодаря тому, что мы сейчас находимся в кругу рейки, да, это будет очень работающая практика. Мы действительно сможем почистить что-то, что негармоничное у вас есть в вашей жизни. Вот, поэтому я вас прошу задуматься действительно искренне глубоко, что у вас есть лишнего, ненужного, что вам не пригодится в вашей изобильной счастливой жизни. Написать это и мысленно отправить в огонь. У меня здесь тоже есть вот огонь. Вот, так что, если хотите, я могу вам его поставить. Ну, наверное, видео пропадет, когда я музыку включу. Так что вы представляете свой огонь сами, мысленно это все в огонь. Итак, встречаемся через 5 минут. Привет, привет. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня, видно. Да, спасибо, Анечка. Так, ну хорошо. Слышно, видно. У нас первая часть нашего занятия прошла вот под таким... Мне не видно, но слышно. Перезайди, Анечка, может быть, будет лучше. Первая часть занятия у нас прошла под таким потоком мощным. Вот, но... А сейчас я постараюсь... Постараюсь вот более... Да, меня сейчас должно быть видно, друзья. У меня только учителя. Толечка, может быть, я тогда... Ой, я картинку гранд-мастеров случайно убрала. Толя, у меня видно тебе? Да, просто нужно... Мне нравится. Оставлю в прошлом кредит. Лишний вес. Ой, молодцы. Отлично. У меня... Да. Друзья, кому-нибудь меня видно? Вообще, видео есть? Есть. На страничку наверх от чата, если подняться, то будет видео. Муж подсказывает. Да, пишите, пишите. Еще можете пару сообщений запустить в наше горящее пламя, в топку, чтобы успеть сжечь все ненужное. Пишите, пишите. Друзья мои, очень интересные, смешные комментарии вы пишете. Есть веселые прям, есть такие немножко грустные. А поскольку мы это все сжигаем, то повторять и читать я их не буду, на удивление всем. Я их читать не буду, потому что пусть они горят, не будем даже вниманием их нашим подпитывать. Вы пишите. У нас тут есть свеча, все сгорает в потоке нашего вебинара, нашего общения. И пусть это все остается в прошлом. Поэтому я даже озвучивать это не буду. Вот. Вот вторую часть вебинара я бы хотела провести более... Ой, мама. Кричит сыночек. Мама. Да, сыночек, и ты со мной. Я бы хотела вторую часть вебинара провести более понятно. Более, может быть, по полочкам все разложить, чтобы у вас было не только представление, скажем, о том, какой это поток, какая-то энергия, но и четкие понимания практики рейки, исходя из тех вопросов, которые вы мне задавали. В личку про практику рейки, да, то есть несколько вопросов было, и вот самые-таки частые я отвечу на них сегодня. Вот. Хотела бы... Да, да, можете еще что-то вспомнить, и по дороге пишите вот в топку все, чтобы это все сжечь. Вот. Я бы хотела... Все к нам присоединились? Что-то вот... Надеюсь, что все. Я бы хотела сейчас пару слов буквально сказать про принципы рейки, но более подробно мы при получении первой ступени рейки говорим о принципах, да, вот прям подробно, да. Но я сейчас их озвучу. И первый принцип рейки звучит как прямо сейчас ни о чем не беспокойся. Вот. Прямо сейчас ни о чем не беспокойся, а спешить. Смысла в этом нет, потому что это все просто уходит энергия. Вот. Поэтому если вкратце, то прямо сейчас ни о чем не беспокойся. Это о балансе, вот о спокойном состоянии. Здесь и сейчас. И вот просто про то, чтобы не растрачивать свою энергию вот на какие-то непонятные переживания. Именно сейчас не злись. Второй принцип рейки, да. Это не о том, чтобы запрещать себе злиться. Это больше о том, чтобы не действовать из этого состояния. То есть вот да, я говорила про японцев, про то, что они контролируют свои эмоции. То есть чувства, мы их чувствуем, да. То есть если мы злимся, то мы злимся. И если их блокировать, если их не чувствовать, то мы таким образом тоже, да, ну как бы, таким образом можно тоже заработать какие-то болячки, да. Если не чувствовать то, что чувствуешь, да, пытаться заглушить в себе какие-то. Но можно контролировать эмоции свои. То есть в состоянии баланса можно хотя бы не действовать. Когда ты гневаешься, ты чувствуешь гнев, ну хотя бы не делаешь ничего из этого состояния. Не делаешь вред, не наносишь вред окружающим. Третий принцип рейки. Это я просто принципы говорю, которые вот с традицией рейки. То есть это буквально пару слов о них, чтобы вы имели представление, вот как живет Япония, как живут люди, которые практикуют рейки, да, вот что, какие у них принципы, да, есть. Почитай родителей своих, учителей старших. Это о принятии своих родителей, да, для меня пункт был очень сложным, достаточно сложным. Но это про принятие. То есть почитать, это значит, что почитать, вот как книгу, да, то, ну вы можете быть согласны с автором, можете быть не согласны с автором, но вы это имеете в виду, эту точку зрения, вы ее уважаете, да, вы ее как-то принимаете, вы ее знаете, слышали и так далее. То есть почитай, уважай учителей, причем учителя, это не только фактически, да, учителя, это каждый человек вокруг является учителем для нас. То есть мы все друг другу учителя. Честно зарабатывай себе на жизнь. Это четвертый принцип рейки. Это про то, чтобы общаться без манипуляций, не вампирить. Это про то, чтобы честно зарабатывать себе на жизнь, то есть в фактическом смысле этого слова, зарабатывать деньги честно, зарабатывать честную энергию жизненную. Соответственно, не обманывать людей, не, да, вот максимально исходя из своей реализации, вот заниматься своей работой, да, максимально исходя из своей реализации. Пятый принцип – относить благодарность ко всему живому. Это означает, что, да, как я писала недавно, да, практику в Инстаграме, в Фейсбуке писала, что мысленно как бы вот чуть-чуть, как будто поклоняемся всему живому, да, таким образом мы балансируем эго наше, да, что все мы равные божественные существа. Это и про уважение к природе, к уважению к месту, где мы находимся, то есть это про чувствование пространства, то есть вот такой принцип. Так, я смотрю, тут вообще уже в чате такие шутки пошли классные. Ой-ой-ой-ой, ну хорошо, сжигайте, сжигайте. Вот, я вам вкратце рассказала про принципы РЭКи, о них более подробно, глубоко рассказывается на инициации первой ступени, теоретическая часть, когда дается. Вот, поэтому мы сейчас глубоко в это не будем погружаться, потому что у нас очень ограниченное время, а нам нужно успеть вот все. А вот, поэтому я бы хотела сказать пару слов про то, какие результаты достижимы с практикой РЭКи. Вот мой собственный опыт, опыт моих учеников, которых я инициировала в РЭКи, которым я делала сеансы РЭКи и так далее. И вообще вот, ну вот, скажем так, вот результаты, достигаемые с этой практикой, да, вот каких можно результатов достичь с этой практикой. Друзья мои, если вы там уже перестали топить печку даракашками из прошлой жизни, то можно присоединиться и послушать, для чего практика РЭКи может быть применима. А те, кто ее уже применяет, те, кто уже ее применяет, можете написать, те, у кого есть уже инициация первой ступени или второй ступени, напишите, пожалуйста, вот для чего, ну что это вам дало, то есть вы это, не знаю, то есть, да, вот, какие вам результаты, да, я тоже их зачитаю, это будет очень полезно для тех, кто еще практикой мало знаком, да, я просто в это время расскажу про то, какие результаты были в моей жизни, есть в моей жизни, как я это применяю. Конечно, я это применяю постоянно, каждый день, вот, очень часто, и я не обо всем расскажу, да, но я постараюсь хотя бы часть озвучить вам, чтобы вы понимали, для чего эта практика. Ну, начну с себя, да, то есть я получила первую ступень, значит, РЭКи, это, да, вот я уже говорила, что это по здоровью, меня очень сбалансировало, у меня стало больше энергии, я просто стала более живым человеком, да, то есть я смогла больше делать, успевать, я бодро просыпалась, вот, у меня вот просто, ну, хорошее было состояние, да, то есть первая ступень РЭКи, она приносит такую легкость, вот такую какую-то, да, вот, ну, хорошее, очень спокойное физическое состояние, моральное состояние, и практика РЭКи первой ступени, значит, это как раз практикование вот, да, вот в классическом понимании, да, вот что такое, вот как прикладывание рук, да, то есть практика по первой ступени РЭКи, она подразумевает то, что вы можете себя исцелять, то есть прикладывать ручки, они у вас, получается, заряжены, то есть через вас идет поток РЭКи, вы можете прикладывать их на те участки тела, которые нуждаются в гармонизации, в любви, подпитке, энергии, вы можете лечить других людей, уже, то есть вот человек, имеющий первую ступень РЭКи, просто вот первую ступень РЭКи, не вторую там, да, и не мастерскую, да, человек может с помощью первой ступени РЭКи уже исцелять себя и других людей. И у него самого, у человека, у которого есть первая ступень РЭКи, происходит вот это вот исцеление на уровне энергетических центров, на уровне чакр, то есть выстраивается хорошее здоровье, хорошее состояние работы чакр, лишний вес уходит, да, вот что интересно, да, уходят какие-то ненужные привычки, да, вот какая-то становится налюбленность тела, соединенность со своим телом. Вот, то есть для меня это было вот это, да, то есть это... Меня слышно? Вот, да, нормально все, вроде бы. Вот, то есть, но РЭКи это не только про здоровье, это не только про самочувствие, да, то есть, вот допустим, вторая ступень РЭКи, она, ее получают тогда, когда человек готов выйти на свой путь, то есть вот по прошествии какого-то времени после первой ступени. Почему? Потому что после второй ступени РЭКи человека вот прям выводит, выводит на свой путь, то есть отпадает все ненужное, приходит все, что нужно, то есть его прям конкретно выводит на путь реализации, человек начинает заниматься тем, что ему нужно, то есть его прям вот буквально так вся вселенная вот к этому помогает, ведет и всячески выводит на путь реализации. Вот, то есть вот если есть желание идти путем реализации, помогать людям вот обрести истинное, истинное какой-то вот свою реализацию души, то РЭКи это, ну вот, welcome, да, здесь этим как раз занимаются. Вот. Это, ну, да, вот прочитаю, что пишет, вот Андрей написал, после первой ступени перестал курить, хотя до этого тысячу раз безрезультатно пытался бросить. После второй ступени результат больше заключается во внутреннем спокойствии и способности шутить за легкость, чего раньше не было в принципе. Ну, и я хочу сказать, что ты начал делать реализацию свою, Андрей. Может быть, ты не заметил, но ты ее начал делать. Я поздравляю с этим. Это уже начало твоей реализации, которой раньше не было, да, то есть сейчас в твоей жизни есть реализация, начало ее. Я поздравляю с этим. Вот. Ну, и, конечно же, энергетически тоже очень изменился, назрелость такая пришла, ну, вот, хорошие изменения очень. А, да, вот. Значит, рейки, она как вот стержень, да, то есть это духовная энергия, о которой я говорила, то есть на которую, вот, благодаря которой можно выйти на новый уровень. То есть вот, если вы понимаете, что вам не хватает энергии, силы, духа, какой-то вот уверенности, какое-то вот чувствование себя, своей души, своей интуиции, то рейки – это вот, это практика вот как раз для этого. Вот, собственно, ну, результатов на самом деле очень много. То есть можно, вот я уже писала, да, в блоге у себя, что можно детишек, да, вот там, допустим, у меня сын там плачет, там, не знаю, там ударился, да, я ему рейки делаю, все, ему сразу легче. Или там, когда зубки резались, или, ну, вот, какая-то поддержка, если вы понимаете, понимаете, что вам нужна какая-то палочка-выручалочка, благодаря которой вы в любой момент можете поддержать своего ребенка, своих близких, своего мужа, себя, то это тоже рейки. Да. Как выбирать музыку? Интересно. Мы сейчас попробуем. Любимый, кто-то слышит музыку? Я слышу музыку. А, Татьяна, у нас вроде бы нет музыки. Вот. Просто там можно, ну, так, как бы себя, может, ну, как-то включить. А, может быть, Алена, скиньте, пожалуйста, название трека, мне очень понравилось. Андрей, это музыка рейки, ты ее в интернете можешь найти. Эта музыка называется музыка рейки? Ничего такого, не случайно, да, она у нас? Наверное, нужно перезайти, попробуйте, пожалуйста, перезайти. Может быть, мы вроде бы, вроде бы у меня не работает музыка. Толя, картинку, может, не надо? Благодарю. Меня слышно, друзья? Все хорошо? Слышно? Видно? Вы там свои эти самые, да, все сожгли, все, что не нужно. Вот, значит, что я вот часто слышу, да, что, да, вот, как ни странно, очень сильно рейки помогают, вот, выровнять отношения в семье. Почему? Потому, что вы, как бы, вот, вы жили, вот, у вас был один контекст ваших отношений, да, он складывался из того, какой был у вас уровень энергии и частота мыслей, частота разума, ваше мышление. Когда вы получили, допустим, инвестицию рейки, хотя бы первые ступени, да, вот, первые ступени, вот, что я слышу часто очень, вот, после получения первой ступени. Они говорят, ой, по чуду, вот, как-то, вот, вообще каким-то странным образом выстроились отношения более хорошие в семье. Понимание мужских, женских, вот, каких-то качеств, да, понимание, вот, как себя, ну, вот, как лучше поступить. То есть, интуиция стала более развита, и такое вот видение, мудрость такая появилась. Друзья мои, это неспроста так появилась мудрость, она появилась потому, что за счет вот духовного роста у вас стало больше энергии, да, и вам стало лучше, видней, понятней, как себя вести, то есть, больше стала мудрость, и больше стало энергии просто поступать более хорошим образом, чем вы раньше поступали, больше дарить любви окружающим, им стало более комфортно с вами жить, да, то есть, вы просто стали излучать энергию и любовь, то есть, поэтому и улучшились отношения в семье, улучшились отношения с мужем, с детьми и так далее. То есть, это очень часто, что мне пишут после первой ступени. То есть, такие вот отзывы, что, ну, помимо того, что лучше себя стали чувствовать, больше стало сил, был там на какие-то свои дела, проекты, и вот энергии стало больше, так еще и улучшились отношения. Вот у меня недавно получила девушка первую ступень рейки, она никак не могла бросить алкоголь, курить, она никак не могла вообще вот перестать там как-то манипулятивно общаться, вампирить и так далее. Вот сейчас у нее прям прорыв, после первой ступени ее прям поперло на позитив, на такое позитивное мышление, на вообще практикование. Вообще, вот человек, который был далек от духовного роста, никогда просто этой области не занимался. Вдруг там вообще человек начинает реализацией заниматься, да, уже там начинает светом своим других людей вдохновлять, ну, потрясающие результаты. Вдруг ей дарят, вот просто дарят, просто дарят поездку по разным городам Европы. То есть она просто человек, который должен был поехать в это путешествие, не может поехать, ему не нужно возвращать деньги. И она чудесным образом уже больше двух недель путешествует по Европе. То есть вот человека поперло, то есть человек в потоке, и его просто начало переть, да, вот просто позитивные события какие-то начали включаться в жизнь. Позитивное мышление. То есть вот, ну вот просто неожиданные очень бывают результаты после рейки. И она прекрасно это понимает, постоянно мне пишет, спасибо, Алена, я так тебе благодарна, я так хотела в отпуск, вообще не было никаких вариантов поехать. И тут вот так вот такие подарки, да, посыпались. То есть когда мы что-то делаем, какой-то шаг к нашей реализации, к нашей душе, то вселенная всегда нам отвечает. Отвечает такой вот, ну, ты молодец, да, то есть вот, ты молодец, ты здорово шагнул там в правильном направлении, как правило, вот после рейки вообще какие-то интересные события начинают происходить. Какие-то люди звонить, там интересные предложения предлагать. То есть за счет того, что у вас энергии больше появилось, за счет того, что у вас, да, вот вселенная так реагирует на ваш этот поступок, на ваше решение развиваться духовно, да, то есть вот, ну вот просто чудеса, то есть просто в жизни начинаются чудеса. Я хочу сказать, что у меня такие чудеса, ну, просто каждый день, они у меня как, понимаете, я не хочу хвалиться вообще, ну, я просто вот, ну, констатирую факт, да, что вот, когда ты живешь в потоке, это многие замечали, кто в потоке живет, да, когда ты живешь в потоке, вот в своей интуиции, вот в реализации, да, то чудеса и вообще ответы вселенной приходят вот просто сразу же. То есть вот вчера, там, допустим, да, ну, какие-то на мелочах буквально, постоянно, вот, постоянно до смешного, да, вчера говорил это самое, ой, как мне хочется водорослей, там кто-то говорил про водорослевую маску, обертывание, а я говорю, ой, как мне хочется водорослей. Мне там просто на следующий день приносят там пакет огромной спирулины водорослей, да, ну, то есть, ну, постоянно вот это происходит, хочу цветов там, вот выхожу там в цветы, то есть там, ну, вот постоянно вот все, что я захочу, оно как бы, ну, вот просто, ну, вот когда вы в хороших отношениях со Вселенной, со своей собственной душой, это просто чудеса, они, в них не надо даже верить, на них можно рассчитывать, да, то есть, вот как бы, да, их создавать постоянно, иметь в своей жизни, то есть, это стиль жизни такой приобретается, то есть, путь развития в рейке, это то, что у вас чудеса, они просто, ну, вот с вами, вот вообще, вот каждый день, понимаете, то есть, не надо их ждать, не надо их за ними ходить, они просто, ну, вот вы захотели, оно пришло, вот, так что, ну, не знаю, вот, наверное, всем такой жизни хочется, ну, я говорю, я вот не понимаю, честно, как люди живут без практики рейки, как люди живут без духовного развития, без вот каких-то практик энергических, честно, не понимаю, наверное, очень нехорошо живут, судя по всему, Вот, ну да ладно. Это я вам вкратце рассказала про результаты, да, но это буквально, ну вот, небольшая часть. Будем двигаться дальше, потому что, ну, время ограничено. Я вам пока не рассказала вообще, вот чем отличается даже сеанс от инициации рейки, не рассказала, да. Что значит первая ступень, что значит вторая ступень. Давайте начнем с того, вот чем отличается сеанс рейки от инициации рейки. Вот, скажем так, сеанс это вот, вы можете его давать любому человеку при получении первой ступени, вы можете давать сеансы рейки. То есть вы как бы лечите руками, да, то есть вы по второй, если у вас вторая ступень рейки, значит вы можете работать с символами и на расстоянии давать сеанс, да, то есть со второй ступенью личное присутствие не обязательно. То есть сеанс рейки – это как скорая помощь. То есть, допустим, произошла утечка энергии или какой-то стресс, или что-то такое, или болезнь какая-то случилась, да. Или, допустим, ну нужно мягкое воздействие. Вот у меня приходила беременная недавно на консультацию, понятно было, что ей нужна рейки, да, инициация, но я говорю, что инициация лучше вот когда ребенок родится, а тебе можно мягко, да, тебе можно сеансы. То есть это мягкое, у меня тоже так быстро ответы приходят. Ну вот видите, как здорово, Анастасия, вы писали, что вы в потоке живете, счастливый человек, ну вот видите как. Действительно, когда в потоке живешь, очень быстро приходят ответы на свои вопросы, реакция вселенной. Вот, то есть сеанс от инициации отличается тем, еще раз, что это как скорая помощь, как будто вы пришли, вам помогли, допустим, если курс сеансов, да, если какая-то проблема там по здоровью, еще что-то, то, ну я обычно назначаю курс из пяти сеансов. И, собственно говоря, даже после первого уже ощущается, ощущается энергия, появляется состояние хорошее, вот, состояние хорошее, то есть сеанс это как, скажем, скорая помощь такая, вам нужна подпитка, вам нужна энергия, у вас нет сил даже инициацию получить, да, ну вот совсем упадок сил. То есть сеансы, они у вас как подготовка, допустим, к инициации, или это, допустим, просто вам какая-то скорая помощь, что вам нужна вот энергия, вам нужна подпитка. И сеансы я даю по скайпу, то есть мы встречаемся по скайпу, вот как мы сейчас с вами встречаемся, собственно, в конце нашего вебинара, кто дождется, да, кто сможет, да, потерпеть еще буквально там минут 15, может быть, 10, будет у нас как раз вот этот самый сеанс рейки, вы сможете почувствовать на себе, как это происходит во второй ступени, работа с символами, как вы почувствуете, да, вот как это происходит, сеанс. Вот, а инициация рейки, это когда вы приходите к учителю, да, к мастеру, вот я мастер рейки, да, то есть обращаетесь, говорите, я вот хочу получить первую ступень рейки, мне хочется в этом направлении развиваться. То вот в чем разница, инициация, это вы приобретаете, вот как у вас через определенные настройки, через работу в тонком плане, да, то есть тоже вот я это провожу по скайпу, да, то же самое, не нужно личное присутствие, это работа в тонком плане, это работа с символами. У вас как будто раскрывается канал, то есть это с вами остается, ну, навсегда, да, то есть это происходит раскрытие у вас вот этого канала. То есть инициацию, ну, не нужно проходить несколько раз, вы просто ее проходите, начинаете ее применять и становитесь как бы самодостаточным в этом вопросе, да, то есть вам не нужно обращаться за сеансами, вы уже можете сами себя балансировать, сами себя гармонизировать, вот, то есть это такая самодостаточность приобретается. Вот, чем отличается первая ступень рейки от второй? Первая ступень, она, вот, допустим, в Японии это практически привождение всем дается, то есть она как, просто как основа, да, то есть первая ступень, она абсолютно для всех, это просто абсолютно для всех, как бы улучшение качества жизни, это лучше энергия, лучше здоровье, то есть это для всех. То вторая ступень, это уже не совсем, то есть нужно время, да, то есть адаптироваться, потому что это больше энергии, это больше у вас раскрытие канала, это больше через вас поток энергии, это больше скорости ответа Вселенной на ваши запросы, то есть между первой и второй ступеней должно пройти время, чтобы вы адаптировались, то есть за это время проходит, что происходит, да, после получения первой ступени? Во-первых, нормализуется работа чакр, через вас начинает эта энергия идти, вы к ней адаптируетесь, привыкаете, выходите на новый уровень жизни, на нем устаканивается как-то ваша система, вы это впитываете, принимаете, вам с этим комфортно жить. У вас там какие-то ненужные связи отпадают, приходит новое знакомство, то есть система очистится от манипуляций, от каких-то вампиров, вампиры там начинают пропадать из вашей жизни, то есть такое мышление становится позитивным, меняется контекст мышления, меняется уровень отношений в семье. Таким образом, человек ко второй ступени уже подходит, у него уже в голове нет каких-то тараканов, то есть программ, которые могут запустить какое-то что-то негармоничное в вашей жизни. То есть он уже после первой ступени, такое сознание поднимается на новый уровень, адаптируется контекст, он растет, то есть становится мышление позитивное, просто-просто за счет энергии, просто за счет энергии, за счет того, что у вас больше энергии становится. И вот за два приблизительно месяца, может быть три, у кого какая емкость, человек уже становится готов развиваться дальше. Он может уже пропускать больше через себя энергии, он может уже выходить на больший объем реализации, уже через себя больше денег пропускать, финансов, каких-то любви, изобилий и так далее. И тогда у него уже нет негативного мышления, у него уже нет какого-то вампиризма, и он уже тогда может получать вторую ступень. Потому что вторая ступень, это уже более серьезно, это не для всех. Почему? Потому что если человеку с негативным мышлением получить вторую ступень, то он может материализовать очень быстро что-то негативное, потому что это получается такая у тебя как власть. То есть больше ответственности, больше возможностей. Поэтому такой вот период адаптации должен быть, то есть первая и вторая ступени отличаются тем, что это просто больший объем вторая ступень. Что я не говорю о мастерской, то есть я к мастерской готовилась 4 года. Я чистила свою систему, чистила там в голове тараканов, убирала всяким. Я чистила отношения с родителями, убирала манипуляции из разных областей жизни. То есть росла над собой, вот всячески развивалась, чтобы система была моя чистая, гармоничная, спокойная, чтобы я могла принять мастерский уровень в свою жизнь. То есть мастерская она как бы для тех, кто это хочет, по реализации этим заниматься. Вот, друзья, скажите, пожалуйста, немножко хотя бы понятно, чем отличается сеанс от инициации? Пожалуйста, дайте мне обратную связь. Вот вы понимаете или остались какие-то вопросы? Понятно? Да, хорошо. А то я в потоке, может быть, не очень понятно объясняю. Поэтому у меня-то мозг сейчас отключен, я исключительно по проводке сейчас говорю. Поэтому вы, пожалуйста, скажите мне «да-да». Хорошо. Я сейчас про инициацию расскажу дальше. Нет, для того, чтобы получить инициацию, совершенно необязательно проходить в начале сеанса. Нет. Так, скажите, вам понятно, чем отличается первая ступень от второй? То есть что это больше ответственности? Мне не совсем понятно. Ань, что непонятно, задавай вопрос, пожалуйста. Нет. То есть я сейчас буду говорить про первую ступень. По ступеням, да. Давайте, вот, может быть, у вас сейчас формируются какие-то вопросы. А я пока буду говорить о том, как получать первую ступень рейки. Что такое инициация? То есть для того, чтобы получить посвящение в рейке, чтобы через вас вот так поток шел энергии, да. Как понять-то готовка инициации? К первой ступени абсолютно все готовы. По второй ступени мастер, да, смотрит, готова ли система ученика. И если она готова, только в этом случае дается вторая ступень рейки. Но это уже на усмотрение мастера и на совести мастера. То есть если мастер честный человек, то он подождет, дождется, когда система действительно подготовится. Да, друзья, я вот не сказала важный момент, что рейки, есть очень много разных школ направлений рейки. Я мастер традиционного, классического, самой прямой ветки, как бы, да, вот самой классической ветки. Поскольку это традиция, это знания, которые передаются из рук в руки, то они передаются от мастера к ученику, от мастера к ученику, да. И вот у меня вот такая очень традиционная классическая ветка рейки. То есть несмотря на то, что сейчас есть какие-то разные очень направления рейки, то есть вот то, как я, то, о чем я сейчас рассказываю, это классическая рейки. Классическая традиционная рейки. Так, я все хочу, энергия прет, да. Да, действительно, прет, и я считаю, что чем раньше получите вообще вот такую энергию в своей жизни, тем быстрее все будет хорошо. Вот. Так, значит, что я не сказала. Сейчас буду рассказывать вам, каким образом происходит получение первой ступени рейки. Значит, ну, как происходит, да, вот человек решает, что мне нужно вот этим путем идти, да, я так чувствую, да, вот человек чувствует, вот хочу, отзывается, да. Вот. Выбирают себе учителя. Ну, да, то есть учителей рейки много, и, скажем, да, вот есть нетрадиционные рейки, есть какие-то лунные рейки, есть, ну, вот очень много. Всяких направлений. Очень много негативных отзывов в интернете, к сожалению. Я вам рекомендую не лазить в интернете про рейки, не читать, потому что очень много людей используют это очень странным образом. И я говорю, что есть какие-то нетрадиционные школы рейки. Поэтому очень осторожно. Я вот вам, ну, вот я на вебинаре даю вам вот всю полезную информацию о практике рейки. Вам совершенно необязательно еще там лазить в интернете, смотреть фигню какую-то, да, то есть, потому что очень часто там какие-то вообще другие школы, не классические, не традиционные. Андрей вот пишет, после второй ступени ответственности намного больше, после любых действий, в том числе негативных, сразу же наступают последствия. То есть, сразу обратная связь, сразу понимаешь, куда двигаться, как сдвигаться. Сам себя учишь таким образом. Вот, Андрей, я рада, что ты почувствовала это. Что, почему вот вторая ступень так на путь направляет? Да потому что ты, если что-то делаешь не то, как нужно, по Божьему плану, по твоей реализации, по твоему пути, ты сразу получаешь очень быстро понятный ответ от Вселенной, понятно, куда двигаться. Ну, как бы вот, то есть, очень такую обратную связь. То есть, таким образом человек и выруливает как раз на свой путь реализации. Вот, значит, выбирать учителя себе нужно по каким принципам? Я бы вот вам рекомендовала, да? Что человек должен быть развит во всех областях жизни, да? Вам должно быть приятно, то есть, вы должны этому человеку доверять. Вам должно с ним быть комфортно, да? Ну, вот, что вы вообще, ну, вот, хорошо в этом поле находиться, да? Почему? Потому что инициация – это процесс получения энергии. То есть, вот, представьте себе, что если человек, ну, он не гармоничный с системой, не гармоничный с жизнью, дает вам инициацию, то он как бы вас, ну, немножко тоже этим заряжает, да? То есть, вам нужно смотреть, чтобы система была хорошая у человека, да? То есть, ну, мастер – это очень важно. То есть, выбор мастера в получении инициации – это важная вещь. Ну, так вот, значит, определились с мастером, допустим, да? К примеру, захотели, чтобы вашим мастером была я. Вы мне сообщаете о вашем желании, можете в чате там написать мне, да, допустим, или в личку. И мы с вами договариваемся на первую ступень. То есть, как это происходит? Мы встречаемся два раза в скайпе. На первом занятии я вам даю теорию. Это очень глубокое посвящение в историю рейки. Это принцип рейки. Это более глубоко про практику, то есть, погружением, так, то есть, теоретическая часть. И она проходит обычно в группе, небольшой, но группе. То есть, как правило, я вот собираю два, три, ну, бывает там по-разному, да, людей на эту теорию, чтобы была такая небольшая группа, такой круг рейки, да? И тогда даю вот эту теорию. После этого мы встречаемся индивидуально, исключительно индивидуально на инициацию. То есть, мы договариваемся с вами по времени индивидуальным путем. А когда вам удобно? То есть, если, допустим, первое занятие у нас где-то полтора-два часа, примерно два, то второе занятие индивидуальное – это инициация, это объяснение, как практиковать, это объяснение, как это применять правильно, как это вообще эту практику, все правильно делать, да, объяснение, вот что с этим делать, как это применять в своей жизни. Второе занятие длится где-то полтора часа вместе с инициацией, полтора, ну, тоже бывает два. Вот ближайшая у меня собирается группа на вторник в 11 часов утра по московскому времени. То есть, вы для себя вот тоже отмечайте, да, кому это интересно. Это на, именно, ну, на первую ступень. И вторая группа в субботу, ближайшую, тоже в 11 утра. Ну, да, после вебинара будет, ну, приглашение вам, вы сможете получить его. Вот, то есть, как выглядит инициация, да, инициация выглядит следующим образом. Вы получаете, как бы, раскрытие, вот, канала, да, это происходит путем работы в тонком плане, путем работы с символами, то есть, мастер это делает, да, я делаю это. Это длится, то есть, инициация рейки первой ступени состоит из четырех частей, но это все проходит за один раз, просто чтобы очень было адаптировано, адаптировано, да, то есть, это было, ну, чтобы вот каждому человеку было доступно. Первую ступень даже на четыре таких инициации разбила. Шижира Хаяши специально, чтобы было очень-очень мягко для любой системы, вот эта энергия была вот максимально, ну, адекватно, мягко вот вошла, да, вот в энергетическую систему встроилась. Вот, поэтому инициация где-то занимает от получаса до часа, бывает даже полтора часа, в зависимости от того, как быстро впитывает систему вашу эту энергию. Вот, и после этого происходит уже в конце, ну, вот объяснение, там, как это применять и так далее. Вот, так что инициация первой ступени состоит из двух занятий, по два часа приблизительно, и первая – это теория очень важная, необходимая, потому что сама история рейки, она как бы меняет мышление, она вот настраивает на правильный контекст, на правильное мышление, позитивное и так далее. То есть она вот такое духовное, духовное знание, духовное знание дает. А инициация – это уже такой тыдыщ, это в вас прокачка энергии такая происходит, вот, как будто вот у вас, ну, раскрытие вот ваших, вот, вот, тех, вот, чакр, да, то есть потока через вас от небес, да, к земле, да, то есть вот этого канала, чтобы через вас тихнула энергия. Вот. Все ли понятно, друзья мои, про то, как происходит инициация, или, может быть, есть какие-то вопросы? Ответьте мне, пожалуйста. Анечка, ну, вот, да, подробнее мы с тобой спишемся, да. Нет, инициация, я говорю, что первая ступень адаптирована абсолютно под всех, абсолютно. Просто между первой, второй, третьей, четвертой частью инициации, которые все в одно время происходят, да, просто по очереди, они как раз вот так разбиты, чтобы самым-самым гармоничным образом для абсолютно любой человеческой системы это было самым, вот, самым доступным образом. То есть никакого отторжения не бывает, бывает, что нужно просто это дольше по времени делать, то есть дольше делать перерывы, то есть бывает, что человеку нужно поприседать, поотжиматься, как-то заземлиться, побегать, попрыгать, не знаю, да, вот между этими частями инициации просто нужно больше времени. А так, ну, не бывает такого никакого. Наоборот, система обычно всегда очень радуется, душа начинает прыгать, веселиться и радоваться этому счастью. А как понять, что инициация прошла? Да это вот вы поймете, потому что у вас будет определенное ощущение. Вы это поймете. Какие-то еще есть вопросы? Люди чувствуют тепло в руках, чувствуют тепло вот здесь, чувствуют вообще вот человек на другом конце мира, он чувствует все, что я делаю. То есть он чувствует, что я там что-то делала с его головой, что-то делала с его солнечным сплетением. То есть вот прям физически люди чувствуют мое присутствие, да, то есть вот таким интересным образом происходит даже. Какие-то еще есть вопросы? Так, сейчас поймут, чего я не сказала. Так, ну, вроде бы я на самом деле вот про первую, про вторую ступень и все сказала, но про мастерскую я не говорю, да, наверное, это сейчас рано говорить об этом. Так, вот, значит, давайте тогда таким образом договоримся с вами. Скажите, пожалуйста, вот подведем какие-то итоги вебинара. Было ли все вам понятно, доступно и была ли польза от сегодняшней нашей встречи? Скажите, пожалуйста. Сейчас мы будем проводить сеанс рейки. Вы почувствуете, как это ощущается, просто сеанс. Если вы готовы к сеансу, я вижу, что мне кто-то пишет, вот. Давайте так уже прям настраиваться на сеанс. Что нужно для того, чтобы почувствовать, да, для того, чтобы получить сейчас сеанс? Вы примите, пожалуйста. Замечательно, отлично, не могу, да, из-за работы, поэтому я сделала на два дня, чтобы была возможность у всех, те, кто работает в будни, и те, кто работает как сам хочет. То есть, поэтому и в субботу будет занятие по первой ступени, и во вторник ближайший. Вы, пожалуйста, настраивайтесь сейчас получать сеанс. Да, на субботу, скорее всего, будет более большая группа, да, но в любом случае, чем больше группа, тем будет, ну, вот интересней слушать, потому что инициация в любом случае индивидуальна все. А чем больше группа, тем более интересно в кругу рейки находиться. Вот, давайте тогда приступим к сеансу. Вот. Для этого нужно вам удобно сесть, желательно на стуле с ровной спиной, так, чтобы вы чувствовали. Если это будет некомфортно вам, вы уже устали, то можете даже прилечь, но самое главное вам, вот, чтобы это было комфортно, а чтобы вы положили себе ручки вот куда-нибудь сюда, там, на солнечное сплетение, или, например, на тот участок тела, где больно. Вот. Напишите, пожалуйста, готовы ли вы к сеансу сейчас, потому что вот через прям минутку буду проводить сеанс. И он займет у нас по времени где-то, ну, минут 5-7. В прошлый раз на вебинаре кто был, вообще, да, и слезы были, и радость была, и разные были эмоции, и очищение было у кого-то, у кого-то это было просто прилив сил, какие-то интересные ощущения. Ну, в любом случае, сейчас почувствуйте. Все готовы. И я тоже рада, что вы все готовы. Поскольку это работа с символами, меня сейчас будет не видно, я переведу экран повыше, потому что вот без посвящения вот вам эти символы видеть не нужно. Вот. Поэтому я переведу вот так вот экран наверх, чтобы я была у вас, но не было видно, что я делаю. Вот. Пожалуйста, настройте все чувствовать. Положите ручки примерзительно на, ну, вот, куда вы хотите. Хотите интуитивно, на солнечное сплетение или на маточку женщины могут положить. Ну, вот, на грудь, куда-то, на живот, если там, вот. И закрывайте глаза, не открывайте, пока я не скажу. Любимый, включи, пожалуйста, музыку рэйки, только тихо, ладно? И тогда мы начинаем. Вот, сеанс наш. А вы просто чувствуете то, что вы чувствуете. Будьте, пожалуйста, открыты ко, ну, вот, ко всему, что сейчас будет приходить. Просто не анализируйте, а просто чувствуете и доверяйте, вот, насколько это возможно, процессу. Друзья, я к вам возвращаюсь. Скажите, пожалуйста, как меня слышно. Вот сейчас немножко потише сделаю музыку. Можно потихоньку открывать глазки. Возвращаться ко мне. Вот. Хочу поделиться своими впечатлениями о сеансе. Вот. Я так понимаю, что вы там в таком релаксе сейчас находитесь, судя по тому, что я почувствовала. Напишите мне, пожалуйста, вы здесь, меня слышно, вы со мной. Как после массажа, да, вы, наверное, сейчас все чувствуете. Напишите мне, пожалуйста, какие у вас ощущения от сеанса, как вы сейчас все чувствуете. Очень-очень необычно, совершенно по-другому было проводить сейчас сеанс, нежели на вебинаре прошлую субботу. А сейчас такие были очень мягкие энергии, такая была соединенность душ, у всех такая подготовка хорошая, вообще к развить, спокойно, хорошо, расслабленной. Да, да, да. Вот вообще такой был сеанс. Полета в космосе, ощущение дома. Вот такой был сеанс классный. Мне очень понравился, очень легкий, спокойный. Ну, это происходит потому, что у вас такие системы очень готовые к духовному росту. Я вас увидела вообще, что мы прям все в одной группе сидим, да, вот такие очень системы, как бы, ну, готовые, да. То есть вот если на прошлом, на прошлом вебинаре, в прошлую субботу, ну, были разные очень системы, было больше человек, и сеанс был совершенно другой, вот. А сейчас такой мягкий-мягкий, как будто мы прям, ну, не знаю вообще, расслаблены, спокойно, да, как массаж был такой, да. Вы тоже почувствовали это? Как после некого полета в космосе, спокойствия, расслаблено, кто-то даже не может написать ничего, потому что сидит, мурлычет, как кошка, да. Да, да, да. Несмотря на то, что такой поток был вообще на всем вебинаре, то энергетический вообще вот сеанс был совершенно другой, он был такой мягкий, такой вообще классный. Хорошо, друзья, ну, вообще классный сеанс получился. Напишите мне еще, пожалуйста, пару слов, ну, вот кто там даже не может мяу сказать, хотя бы напишите мне там, не знаю, хоть что-нибудь. Мяу. Вот, очень-очень мягкое, такое сладенькое послевкусие. Вот, так что сейчас не буду даже ваш мозг обратно включать, вот, мяу, вот мне пишут, да, здорово. А вот, на этой приятной ноте, ну, буду завершать наш вебинар, мне очень-очень было приятно. Да, у меня тут такие прям приятные энергии. Вот, у нас сейчас начался сильный дождь, тоже такое классная погода. А вот, будет ли запись вебинара? Запись вебинара будет, но без сеанса, да, потому что, ну, в сеансе, конечно, важно было присутствовать лично здесь. Сеансов записи не будет, но запись обязательно будет, вы сможете еще раз прослушать, что вам интересно, что вам важно. Вот, по поводу записи на занятия, которое будет в субботу и будет во вторник, вам придет письмо. Вот. Так что, ну, вот, мне было очень приятно энергетически проводить сегодняшнее занятие, быть в потоке, в таком чудесном, я очень люблю. И проводить инициацию рейки, вообще рассказывать о рейке, и вообще быть в потоке и в кругу. Ну, вот, так что я вас очень-очень обнимаю, благодарю, что вы смогли дождаться до конца, да, и смогли послушать весь вебинар. Никто не убежал, да, все молодцы, все дослушали. Запись вебинара вам придет, но в течение следующей недели нам ее нужно смонтировать. Мы еще пока даже первый вебинар не смонтировали. Вот, так что, прошу вас, пишите мне обратную связь, там, в комментариях, в инстаграме, в фейсбуке, задавайте ваши вопросы, которые у вас остались. По письму придет вам, ну, через электронку или через личные сообщения мы с вами запишемся на занятия в субботу и во вторник. Вот, так что, потому что вот на этой неделе хорошо было бы, вот, да, такие действия предпринимать. Я говорю, что вот сейчас вам такие очень интересные энергии, время очень хорошо для этого подходит. Вот, так что я очень-очень благодарю вас. Вот, вашим душам кланяюсь, благодарю вас за присутствие. Вот, какие-то еще вопросы пишите, задавайте, вот, ждите письма. Любимый муж мой пришлет вам приглашение, да, чтобы мы, как бы, поконкретнее договорились о встрече. Вот, пишите мне в личку, очень вас люблю, обнимаю, буду чаще проводить вебинары, будем встречаться. Жду вас, очень-очень жду вас, от всей души рекомендую развиваться в этом направлении. Жду вас на занятии во вторник и в субботу. Сперва не сообразила свои ощущения, поняла сейчас, что меня расслабило, да, сильный поток энергии растворился, как будто и мягче стало. Очень благодарна вам, жду письма, благодарю, благодарю, Аленочка. И я вас очень благодарю. Занятие получилось чудесное, сеанс получился расслабляющим. После такого количества информации вас так, как, хорошенько расслабило, как будто вы на массаж сходили. Ну, вот, мне это все почувствовало, естественно, вот, так что мы были все вместе, вот, и обнимаю вас, желаю вам хороших очень выходных. Спасибо, Алена, чудесное. Спасибо вам большое. Вот, до новых встреч. Надеюсь, что во вторник, в субботу, вот, увидимся и будем продолжать наше духовное образование, духовное развитие, получение новых знаний, инициации, вот, и, как бы, улучшение всех областей жизни за счет увеличения энергетического объема систем ваших. Вот, очень-очень вас обнимаю и прощаюсь с вами. До новых встреч. Целую, обнимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok